Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мотобрендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы и отдаем предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен четкий мотоцикл, а и там в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. А именно с этого видео мы начнем разбирать V-образные моторы Audi, которые вы и так просили в комментариях. Встречаем Audi 2.6 V6. В 1990 году началась история V-образных бензиновых двигателей Audi. Двигатель объемом 2.8 V8 появился в самом конце 1990 года на автомобиле Audi 100, а позднее его втиснули в подкапотное пространство Audi 80. Весной 1991 года появился V8 объемом 4,2 литра. Он достался модели V8 и заряженной сотки под обозначением S4. В 1992 году на автомобилях Audi 80 и 100 появились двигатели V6 объемом 2.6 и 2.8 литра. Это двигатели семейства EA 835, которые легли в основу атмосферных V6, которые выпускались до 2007 года. Перед нами младший двигатель 2.6 V6. Помимо Audi 80 и 100 он достался моделям Audi Coupe и Audi Cabriolet и первому поколению A4 и A6. A6 – это рестайлинговая сотка. Этот бензиновый V6 сделан довольно просто. У него чугунный блок с развалом полублока в 90 градусов, легкосплавный ГБЦ. В каждой ГБЦ по одному распредвалу. Один распредвал приводит 6 клапанов, то есть по два клапана на цилиндр. В приводе ГРМ – ремень, который приводит также помпу системы охлаждения. В правом полублоке по ходу движения находятся цилиндры 1, 2, 3, а со стороны водителя – 4, 5, 6. Счет идет от моторного щита. Любопытно, что на катушках зажигания обозначен другой порядок работы цилиндров. Там первым цилиндром является именно третий. Это вносит определенную путаницу. Электронный блок двигателя 2.6 V6 полагается на показания датчика давления во впускном коллекторе, датчика температуры всасываемого воздуха, также датчика положения дроссельной заслонки, датчиков коленвала и распредвала. Топливо-воздушную смесь регулирует 2 лямбда зонда. Также датчик детонации и датчик температуры охлаждающей жидкости присутствуют. Эта V-образная шестерка – один из тех двигателей, который всеми своими средствами намекал поклонникам Audi, что марка стремится в премиум. За плавную, тихую езду и комфортную тягу он требовал качественных запчастей и соответствующего обслуживания. Например, компоненты привода ГРМ надо использовать только оригинальные, потому что неоригинальные едва ли выхаживали половину положенного срока. Это приводило к встрече поршней и клапанов. Одно время очень много ГБЦ поехало на ремонт, но, к счастью, проблемы решались заменой погнутых клапанов. При пробеге более 200 тысяч километров эти V6 садились на масляную диету. Жор масла мог достигать 1 литра на 1000 километров. Избавиться от его вдвое помогала замена сальников клапанов, а оставшийся жор масла 1-2 литра от замены до замены исчезал после замены поршневых колец. Также владельцам Audi неприятно удивилась стоимость лямбда-зондов, неисправность которых приводит к значительному увеличению расхода топлива. Здесь два лямбда-зонда по одному на каждом выпускном коллекторе. Их показания очень важны для ЭБУ. А в целом же двигатель 2.6 V6 ABC от Audi считается надежным и не капризным, но требует надлежащего сервиса и качественных запчастей. Двигатель 2.6 V6 не имеет проблем с электрикой, однако некоторые моторы до 2000 года имели проблему плохого запуска в сильный мороз и проблему повышенного расхода топлива. Как оказалось, причина в прошивках и ЭБУ. Существует порядка восьми версий ЭБУ и десяток прошивок. Все зависит от года выпуска, трансмиссии и привода. В ЭБУ первых версий выходила из строя микросхема, которая отвечала за управление холостым ходом. Именно поэтому двигатель плохо заводился, особенно зимой. Производитель неохотно менял ЭБУ. Но специалисты и сервисмены все-таки нашли причину неправильного смесеобразования и подобрали правильные коды для прошивки и корректно работающие ЭБУ. Двигатель 2.6 V6 потихоньку, но не критично, потеет маслом по клапанным крышкам, стыку теплообменника и стыку алюминиевого поддона. Известны редкие случаи искривления и растрескивания фланцев выпускных коллекторов. В этом случае искривленные коллекторы приходится менять. Во время запуска двигатель электронный блок управления считывает данные с датчика коленвала, распредвала, а также с датчика скорости вращения коленвала. Если с какого-то датчика данные ВБУ не поступают, то не подается импульс на катушки, и форсунки, и двигатель не запускается. В таком случае проще всего продиагностировать двигатель сканера будет выявлена ошибка по неисправному датчику. Немало двигателей 2.6 V6 ABC доканывало своих владельцев нестабильной работой на холостых оборотах, увеличением холостых оборотов, а также значительным снижением тяги. Замену высоковольтных проводов, замена свечей зажигания, а также промывка форсунок никак не влияло на тряску. Часто причиной такого поведения являются подсосы воздуха по впускному коллектору, по уплотнению форсунок, по уплотнению патрубков системы вентиляции картера, по трубке, соединяющей впускной коллектор с датчиком абсолютного давления. Ну а сегодня разобрать этот V6 нам поможет. Серега, встречаем! Мы начинаем нашу разборочку. В первые три года выпуска впускной коллектор двигателя 2.6 V6 ABC был оснащен механизмом изменения его длины. В коллекторе был встроен пластиковый пенал с заслонками. При полностью открытой педали акселератора пенал и заслонки перемещались и открывали в воздуху короткий путь к впускным клапанам. Однако это пластиковое изделие очень быстро начало растрескиваться, крошиться и портить жизнь двигателю 2.6 V6 ABC. Поэтому впускной коллектор уже на Audi A6 C4 стал пассивным. Инженеры, чтобы компенсировать мощность, облегчили компоненты газораспределительного механизма. Рабочее давление в топливной рампе двигателя ABC контролирует регулятор давления топлива. В рампе должно быть давление на холостом ходу 3.5 бар, при полностью открытом дросселе 4 бар. Иногда в этом регуляторе засоряется сетка, и тогда он сбрасывает давление при величинах более 4 бар. Регулятор можно разобрать и почистить сетку. Если двигатель долго запускается на горячую, то виновником может быть регулятор, через который топливо из рампы попадает в обратную магистраль. Также в регуляторе может треснуть мембрана, и из-за этого топливо попадет во впускной коллектор через трубку, которая соединяет регулятор и впускной коллектор. Загрязненные топливные форсунки двигателя ABC становятся причиной долгого и неуверенного запуска двигателя. Ремень двигателя 2.6 V6 ABC надо менять каждые 120 тысяч километров. А если ремень не оригинальный, то сервисный интервал надо сократить вдвое, потому что немало этих двигателей поехали на ремонт из-за обрыва ремня ГРЭМ вследствие заклинившей помпы и разрушения одного из роликов. В инструкции по замене ремня ГРЭМ указано, что перед снятием ремня коленвал надо установить положение верхней мертвой точки первого цилиндра. В этом положении можно зафиксировать распредвал специальным приспособлением и вставить стопор в отверстие для датчика положения коленвала. Здесь же в правом полублоке находится термостат, добраться до которого можно ослабив натяжной ролик, что очень трудозатратно. Правильный термостат имеет небольшой клапан. При установке термостата надо его ориентировать так, чтобы клапан был сверху. Термостат обычно меняется в том случае, когда мотор не прогревается, либо же остывает на ходу. Катушка зажигания представляет из себя три сдвоенных модуля. Она управляется коммутатором, который находится на моторном щите. Катушка надежная в большинстве случаев проблем не вызывает. Единственное, что иногда приходится менять высоковольтные провода. Схема подключения высоковольтных проводов отражает порядок работы цилиндров. Но эта схема отличается от нумераций цилиндров. На самом деле на этой схеме первый цилиндр является третьим. За отслеживание положения дроссельной заслонки отвечает потенциометрический датчик, который иногда выходит из строя из-за истирания дорожек. Это проявляется в увеличении холостого хода, в повышенном расходе топлива, а также в дерганиях при ускорении. Исправное сопротивление между пинами 1 и 2 должно быть от 1,5 до 2,6 кОм. Между пинами 2 и 3 от 0,75 до 1,3 кОм, когда дроссель закрыт, и до 3,6 кОм, когда дроссель открыт. Дроссельная заслонка двигателя ABC приводится тросом, и поэтому за холостой ход отвечает отдельный клапан-регулятор, который находится под корпусом дросселя. Шаговый электромоторчик в регуляторе очень надежный и обычно проблем не вызывает. Но его можно проверить, измерив сопротивление между пинами 1 и 4, 2 и 3. Оно должно быть примерно от 45 до 60 Ом. Также работоспособность регулятора очень хорошо диагностируется сканером. Чаще всего подвижность штока клапана холостого хода нарушается из-за отложений, то есть чистка клапана помогает избавиться от странного поведения холостого хода и подвисания оборотов. А вот если шток клапан начинает люфтить, это говорит об износе резьбы клапана и его пластиковых подшипников. В таком случае клапан надо менять на новый либо БУ. После снятия и установки регулятора, а также в некоторых случаях после замены АКБ, калибровки регулятора могут слететь и тогда регулятор надо калибровать фирменным ПО. Также калибровки могут слететь, если при долгом неуверенном запуске мотора нажимать на педаль акселератора. Сняли термостат и он у нас правильный. Вот тот самый клапан, который должен находиться сверху. Под клапанами крышками двигателя ABC находятся маслоотделители системы вентиляции картерных газов. Так вот, на запущенных двигателях они засоряются и возникает маслозор. Вот это датчик положения распредвала, работающий на эффекте холла. В народе называется кастрюлька. Так вот, на многих моторах после пробега 200 тысяч километров этот датчик пришлось поменять. Если говорить о состоянии, под клапанными крышками чистота и никаких претензий к состоянию кулачков распредвалов у нас нет. С ГБЦ двигателя 2.6 V6 ABC особо ничего плохого не случается. С ГБЦ двигателя 2.6 V6 ABC особо ничего плохого не случается. Обратим внимание, что правильные свечи для этого двигателя NGK только с ними он правильно работает и долго служат катушке зажигания. Если говорить о состоянии, то мы видим, что моторчик минимально подъедал масло. Отметим, что если владельцы использовали хорошее масло, то к пробегу в 220-250 тысяч километров они меняли маслосъемные колпачки и после этого очень долго двигатель масла не расходовал. Состояние цилиндров неплохое. Хон в цилиндрах просматривается, но видны потертости. Все-таки сказывается возраст, а вообще эти блоки ходят очень долго. Сейчас мы наглядно покажем, в каком положении должен быть коленвал при замене ремня ГРЭМ. Коленвал сейчас выставлен по метке и первый цилиндр в положении верхней мертвой точки, а на катушке зажигания этот цилиндр обозначен как третий. Отсюда и путаница. Датчик коленвала считывает в этом двигателе только одну метку и поэтому здесь еще есть датчик скорости вращения коленвала, который еще называют датчиком зажигания. Многие двигатели ABC прожили 25 лет и успешно бегают по сей день, но при таком почтенном возрасте надо следить за давлением масла, чтобы не угробить практически бессмертный коленвал. Если давление масла при горячем двигателе на холостых оборотах чуть больше бара, утром цокают гидрокомпенсаторы, а при ускорении загорается красная маслёнка, то тогда пора менять маслонасос. Есть две версии маслонасосов – ранние с перепускным клапаном и поздние. Без него у нас без перепускного клапана. Ранние двигатели V6 познакомили владельцев мощных Audi с масложором уже к пробегу в 200 тысяч километров. Владельцы возили с собой 5-литровую канистру и ежедневно проверяли уровень масла. Как уже отмечалось, замена маслосъемных колпачков помогала значительно сократить аппетит этого двигателя к маслу. Также масложор усугублялся засорением маслоотделительных сеток системы вентиляции картерных газов. Оставшийся масложор приходил на маслосъемные кольца и на износ цилиндропоршневой группы. У двигателя 2.6 V6 размер поршневых колец неплохой. Размер маслосъемного кольца 3 миллиметра. А вот у двигателя 2.8 V6 AAH маслосъемные кольца меньше для снижения потерь на трение и масложор там развивается быстрее. Отметим, что у владельцев, которые заливали правильное синтетическое масло, соблюдая допуск и меняли его раз в 10 тысяч километров, этот двигатель не ел масла вообще. Что делать с повышенным расходом масла на угар? Надо менять поршневые кольца, но перед этим обязательно надо проверить цилиндры на геометрию и износ. И если цилиндры изношены, то у нас для вас плохая новость. Нет оригинальных ремонтных размеров поршней и колец. Да и цилиндры точить некуда, потому что толщина межцилиндровых стенок в этих полублоках очень маленькая. И ремонтных размеров вкладышей коренных тоже не предусмотрено. То есть одноразовые моторы Audi можно начинать считать с этих моторов. По состоянию цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма мы видим, что в этом моторе масло меняли не часто и особо хорошего не заливали. Потому что все маслосъемные кольца закоксованы, вкладыши потёрты абсолютно все. Но критичного износа ни на вкладышах, ни на шейках коленвалах мы не видим. Верхние коренные вкладыши тоже в нормальном состоянии. Разборка закончена и сегодня мы разобрали один из первых V-образных шестицилиндровых двигателей от Audi. Вот таким вот он получился. Обязательно следите за нашим каналом, потому что мы будем разбирать более современные двигатели V6 от Audi. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...